Шалом-шалом! С вами я, спикер платформовой икра Леви Харпатин, с нашей рубрикой «Мудрость Торы на каждый день». Иммунизация и влияние. Яков увидел Йосефа. И Йосеф попросил его поменять решение насчет благословения, потому что, по мнению Йосефа, его отец дал благословение не тому ребенку. Однако Яков оставил свое мнение и предпочтение младшему сыну. Яков объяснил это тем, что в тот момент они жили в достаточно страшное время, по той причине, что Египет был скверной страной. И здесь всячески не просто не поддерживалось, а уничтожалась вера во Всевышнего и не ценилось, и евреям было страшно быть в Египте. Например, я вам сейчас скажу самый банальный пример, почему египтяне не кушали с евреями за одним столом. Мы кушали баранину. Египтяне не просто не могли ее кушать. Лишний раз, лишний раз, они не могли на нее смотреть, так как это был идол, на который они совершали молитвы. Позже Яков сказал, дорогой Йосеф, у нас есть две цели. Первое. Нести в Египет не скверну, а божество и идею Всевышнего. А второе. Чтобы наши внуки, наши дети, наши правнуки создавали свои большие народы, колено и поколения. И он сказал, Йосеф, я чувствую, что этим займется младший сын. Именно поэтому я дал благословение. А лидер должен быть успешный. Цель сегодняшней беседы, то что каждый должен чувствовать себя лидером. Но чувствовать мало. Нужно действовать, как младший сын Йосефа. Который повел за собой огромный народ. Благодарю за прослушивание. Браха вецлаха. Всем хорошей недели.